Всего несколько минут и деревянная заготовка приобретает необходимую форму. Такой универсальный станок полностью заменяет человеческий труд. Для сравнения, раньше одну деталь приходилось обрабатывать вручную около восьми часов. Так создаются ножки для стульев, спинки для кровати и столешницы. Ежедневно с конвейера выходят тысячи деталей. Перед тем, как собрать мебель, её декорируют и расписывают. Вот уж где точно не обойтись без человеческой руки и ювелирной работы. На одну деталь уходит времени 4-5 минут. В день мы можем нарисовать 10-12 комплектов. Отрадненский район негласно называют мебельной столицей края. Здесь рассместилась одно из крупнейших предприятий региона. Диваны, кровати и кресла на любой вкус. Всего около 60 наименований. Свою продукцию компания поставляет практически во все города России, а также в страны ближнего зарубежья. Мебель, которая ничем не уступает по качеству итальянским маркам, может занять своё место в гостиницах и санаториях Краснодарского края, уверен губернатор. Вы очень гибкие сегодня на спрос. Вы очень быстро реагируете на спрос. Вы максимально делаете те шаги, которые сегодня необходимы покупателю, заказчику. И вот здесь, посредством, видимо, такой и логистики, и такого маркетингового хода, то есть идти к заказчику, идти, агрессивно идти, вы сегодня держите рынок, потому что достаточно устойчиво. Производство мебели и комплектующих – действительно самый популярный бизнес в районе. На территории муниципалитета успешно работает завод по изготовлению ортопедических матрасов. За последние два года предприятие получило более 50 миллионов рублей на приобретение оборудования. Это стало возможным благодаря займам Фонда развития промышленности края. Компания ищет новые точки роста. Например, на заводе не прочь заняться производством поролона. Все-таки, если мы посмотрим на то, чтобы вот эта вот основная составляющая, комплектующая матраса – поролон. То есть вы это уже начали производить. Давайте над этим подумаем. Вы сказали о том, что попытку предпринимали, и потом от нее отказались. Давайте вернемся к этой попытке. Подумаем, как это сделать. Но если у вас будет пружинный блок свой, поролон свой, то естественно, вы уже очень существенно можете влиять на рынок с точки зрения стоимости. Я думаю, что путь производства комплектующих, вот вы уже взяли пружинные блоки, а если еще и поролон обозмете, это и есть ваше конкурентное преимущество завтра. Вот я думаю, что давайте рассмотрим этот вариант совместно. Я думаю, что мы с Василий Александровичем еще проговорим, как это сделать. Это устойчивость, ваша устойчивость. Это конкурентоспособность, все правильно, да. В непростых, даже, может быть, где-то даже в условиях турбулентности экономики, в рамках всяких вот кризисов и тому подобное. Хорошие результаты муниципалитет показывает и в формировании комфортной окружающей среды. За последние два года в районе благоустроено 8 общественных территорий. Реконструкции дождался и любимый всеми станичниками старинный парк японской Сафоры. Здесь уже заменили тротуарную плитку, обустроили новые детские площадки и установили видеонаблюдение. Это парк, который посадили наши предки, так же? Да, наши деды. А мы только, дай бог, его облагородили. Вот надо нам самим парки садить. Деньги есть, вот этот парк тоже в рамках национального проекта. Деньги пришли на благоустройство, комфортную среду. Но еще раз подчеркиваю, вот если хотим лучше, давайте делать больше. Однако куда важнее оценка экономики района от самих жителей. С ними уже традиционно после объезда встретился глава Кубани. Большинство вопросов касается развития села. Вениамин Кондратьев отметил, что для более эффективной работы необходимо расставить приоритеты, какие проблемы решать в первую очередь. Есть у вас программа социально-экономического развития района? Коллеги, безусловно, программа-то есть, может, она несколько сырая? Коллеги, она должна быть не сырой, и не мокрой, и не сухой. Она должна быть реальной. Реальной. То есть она должна реально отображать проблематику района. В том числе и развитие экономического кластера. Что хорошо идет в Атрадинском районе, где явно можно создать условия для бизнеса и выстрелит. Вот такая совокупность комбинаций алгоритмов, которые приведут к экономическому росту и к решению проблем в Атрадинском районе. Но проблемы должны быть поименованы, и именно поименована очередность решений. Здесь в первую очередь все зависит от вас. Я готов поддерживать, и команда готова поддерживать. Но мне нужна система. Я спросил, а что у них главное, и вы не ответите. И никто не ответит. Я в зале спрошу, и каждый будет называть свое. Каждый будет кричать «дайте воду», другие говорят «дайте газ», и каждый будет кричать то, что у него болит. А здесь власть на это есть в районе. И депутаты тоже расставили, приоритетность установили и пошли на решение. Куда в первую очередь направить деньги, становится ясно после вопросов из зала. Большинство пожаловались на коммунальные трудности. Не везде есть вода и газ. Но решения уже найдены. Так, станица передовая благодаря краевым средствам уже в этом году получит проект строительства очистных сооружений. Тем временем работы по замене коммуникаций уже проведены в Отрадненском поселении. Из резервного фонда Краснодарского края нашему району, то есть Отрадненскому сельскому поселению конкретно, на замену аварийного водопровода по улице Восточной были выделены материалы на сумму более 800 тысяч рублей. Постановительные работы проведены эксплуатирующей организацией. Также в этом году из резервного фонда к Передовскому и Малакадинскому сельским поселениям на замену аварийных водопроводных сетей выделено 2 километра трубы. Беспокоились люди и о благоустройстве. Сразу несколько вопросов превратились в просьбы реконструировать парки. В этом году новое общественное пространство получит станица надежная. Ремонт станет приятным подарком к юбилею. Мы живем в преддверии 160-летия нашей станицы. Это осень. Мы очень хотим, чтобы у нас встретили юбилей в новом парке. Но без вас у нас, наверное, не получится. Андрей Анатольевич, давайте сделаем к дню рождения, раз уже вопрос-то возник, все-таки дополнительно, ни у кого не забирая, но чтобы тоже у них была радость по-настоящему, того, что они в таком парке, я уверен, будут отмечать юбилей своей станицы. Спасибо большое. Давайте. Договорились. Все, протокол, поручение дайте. Дополнительно решим опрос. Обновленные парки и скверы скоро появятся и в других поселениях от Радненского района. Всего за этот год в муниципалитете по федеральной программе отремонтируют шесть общественных территорий.